Приветствую вас, уважаемые автовладельцы и автолюбители! Сегодня вступление будет коротким, точнее его совсем не будет. Жень, врубай шарманку! Субтитры сделал DimaTorzok Однако, я еще в том сюжете намекал, что не надо идти за автомобилем мечты в салоны Мазерати или Феррари. Будьте реалистами и выбирайте среди привычных марок. А вот как вам ретро? Ну, такие экземпляры, конечно, те еще стоперы, но точно не дешевы. Поэтому я имею в виду легкое ретро. Притом с набирающим моду советским стилем. Согласитесь, когда видишь ВАЗовскую копейку или трешку в идеале, то многие невольно задерживают взгляд. А если Волга? Как вы думаете, сколько стоит такой экземпляр? Скажем после осмотра, а пока знакомьтесь. Дмитрий. Представитель клуба ретроавтомобилей. Притом у него есть и своя мастерская, и он будет доводить эту машину до идеального состояния. Хотя, осматривая Волгу, скажу вам, что она и так хорошо сохранилась для своих почти 40 лет. Восемьдесят первого года выпуска. А знаете, любимую байку перекупщиков. Машина от одного хозяина и эта дедушка стояла в гараже и зимой не ездила. Невероятно. Но с этой Волгой все именно так и было. А поэтому ржавчины минимальны и, главное, весь хром цел. А на Волге его немало. Да и кузов неплох. Конечно, кое-где сдался, на крыльях сквозные очаги коррозии. Но, похоже, хозяин с этим не парился, ржу и вмятины зачищал, выправлял, да подкрашивал. Поэтому машина фактически вся в следах от его краскопульта. Ну ладно, хоть не кисточкой мазал. Загоняем Волгу в боксы и посмотрим поближе. Для чего Дмитрий уже частично разобрал салон. А знаете, что меня больше всего радует в этой машине? Работает все. Абсолютно все. Даже выдвижная антенна. Это была крутая фича для того времени. И радиоприемник родной и тоже работает. В этой машине пока не вижу никакого нового дела, что повышает ее ценность. Двери провисли, но немного. Смазывайте петли чаще, всем говорю. Но как работают замки? Посмотрите на этот стиль. У замочной скважины закрывашка с мягкой возвратной пружинкой. Кнопки люфтят, но нажимать приятно. Двери открываются, закрываются легко, словно с доводчиком и с приятным хлопком. Вспоминаю и этот барашек. Образцовый замок багажника. Даже по нынешним меркам мягкий, четкий и легкий. Однако в самом багажнике-то вода. Но на удивление, с железом все неплохо. Ржавчина есть, но лонжероны целы. Пол при поверхностном осмотре тоже. Арки колесные, без дырок. Дима, а откуда вообще вода в багажнике? Ну, в основном через уплотнитель. И здесь еще такой наборный элемент из нескольких элементов. То есть, из желобок состоит. И часто под него попадает и затекает. Основная болезнь Волги – это вода в багажнике, в салоне. А вот резина сдалась. Промята. И опять видны следы от краскопульта заботливого хозяина. Но под уплотнителем. Нормальный металл. А ведь рамка зачастую просто сгнивает. Поэтому многие, помнится, ее мавилем обрабатывали. Дверные уплотнители растрескались, но сохранили мягкость и не задубели. Поэтому эстетики нет, но работу свою выполняют. Стекла все родные, борские и в хорошем состоянии. Ветровое не затерто дворниками, боковые не зацарапаны. Открываются окна вручную. Электростеклоподъемники тогда были мега-роскошью. Но как приятно работает ручка. Волга вообще, она вся такая мягкая. Даже сев в полуразобранный салон, чувствуешь эту эстетику. Тронул поворотник – эх, какие мягкие включения. Хотя по меркам сегодняшнего дня слишком размашистые. А вот в обивке дверей торпеда даже в те годы мне не хватало чего-то особенного. По материалам вполне сравнимо с вазовской трешкой и шестеркой. А ведь у этих машин два класса разницы. Это потом у восьмерок и девяток ваз стал лепить дубовый пластик. Но главное, что внутри все в очень хорошем состоянии. И железо тоже. Однако Дима хочет здесь все от песка струить. Снять заводской пластизоль и убедиться на 100%, что железо целое. Так как говорит, что зачастую убираешь защиту, а под ней ржавчина. Например, слабое место у ног пассажира – стык пола и порога. Ну-с, откроем капот. Первое ощущение, что он с амортизатором. Но нет, с пружинами, но упора тоже не требует. Чистенько, однако. Хотя фанерка на АКБ, которая явно японской малой емкости, портит картинку. Рабочий агрегат ЗМЗ-24Д, объемом 2,5 литра и 95 лошадок. Это предок 402-го мотора. Конечно же, у многих волговодов есть соблазн вкорячить сюда агрегат помощнее. Как тут не вспомнить участника наших погоняшек Михаила и его Волгу. С Тойота мотором и автоматом. Однако я помню, сколько комментаторов отписалось «Это уже не Волга». Да Волга, но модернизированная. Здесь же все останется родное. У нас все-таки реставрация, а не новодел. Тем более помним, что хозяин дедушка и для поездок выходного дня, конечно же, на дачу и 95 кобыл хватает. Однако залезаем под машину. Обычно здесь самые беды, когда на дыры без слез не глянешь. А все-таки и вправду. Дедушка зимой не ездил. Иначе так хорошо эта машина не сохранилась бы. Коррозию видим только в самых слабых местах. Это колесные арки и задние крылья, особенно у брызговиков, где скапливается грязь. Но обычно тут дыры. А у этой Волги, ну так порыжало. И замены ничего не требует. А вот дача у владельца точно есть. Лист в рессоры добавлен. Явно, чтобы картошки побольше возить. Но подвеска ухожена, шкворни намазаны, хотя тут и масло из коробочки сочит. Однако в Волге это только на пользу. Дополнительный антикор. Нет, вы гляньте. Даже колеса родные. Резина и Д-195-я – это советская диагоналка. Это сейчас все сплошь с индексом R, то есть радиальные. Ну, пора сделать выводы. 24-ку вот в таком состоянии можно взять... А тысяч за 80? Ну, 100, говорит Дмитрий. Рублей, разумеется. Согласитесь, невелика сумма. Но я же сказал, что Дима хочет довести эту машину до идеала. Все-таки с такой ручной подкраской и явными вмятинами повсюду Волга смотрится не ахти. Вот на крыше, похоже, был багажник, и из него чего-то падало и оставляло ямы. Это все надо убрать и покрасить. Так что мы последим за этой машиной и посмотрим, во сколько обойдется реставрация до идеального состояния. В общем, если в качестве авто-мечты брать Волгу, то действительно сделать это можно не задорого и реально найти вполне приличный экземпляр. Правда, такой вариант с дедушкой в гараже – это повезло. Но в любом случае, мечта должна сиять. И как эту Волгу будут доводить до сияния, скоро узнаем. Ну а жителям Новгородского региона, наверное, будет интересно узнать, и где будут делать эти работы. Кому-то наверняка пригодится. Дима, у тебя у самого есть мастерская, да? Реставрационная. Но ты приехал сюда. Почему? Ну, потому что реставрация – это дело непростое, и надо, чтобы делали профессионалы. Потому что от этого зависит результат. Поэтому я уже не первую машину, по-моему, четвертую. Это будет, наверное, пятая. Делаю в автоцентре «Энергия». И доволен результатом, качеством работ, сроками. А это очень важно. Главное – хороший результат. Итак, наш партнер по проекту «Волга» – это автоцентр «Энергия» на улице Радищева, 5, что напротив бывшего «Автомира». Мастера здесь с большим опытом по кузовному ремонту. Некоторых мы знаем и в следующей серии. Они эту «24-ку» полностью разберут и начнут работы по реставрации. А мы будем наблюдать, что да как. На сегодня все. Ставьте оценки и увидимся. Жень, вырубай шарманку.